МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среднему брату Михаилу было 6 лет, когда мать пропала без вести. Маленький был, пытался вспомнить свою мать. Божья воля будет, мы увидимся. А их младшему брату Юрию Радько еще не было и 3-х лет, когда мама оставила умирать его от голода. Хотелось бы встретить ее. Я обо всем поговорил. Всю сознательную жизнь братья искали маму, чтобы узнать, почему самые родные люди обрекли их на сиротство. Представляю Дигу, а навстречу мама идет. Говорю, мама, как я тебя ждал. Я люблю. Сегодня в нашей программе встреча спустя 30 лет. Александр Радько 30 лет искал свою маму. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте перенесемся на 30 лет назад. Как вы помните, вы самый старший, как вы помните тот день, когда вас забрали в детский дом? Придя из школы, придя домой, дома никого не было. И соседи говорят, никуда не убегайте с дома. Сейчас за вами приедет автобус кататься, поедите в Буденовск. Это город Буденовск, где мы жили. Мы обрадовались, а потом, стоп, а где мама с папой? Про них забудьте, их больше нет в вашей жизни. Мы слезы маленькие. Не плачьте, все будет у вас хорошо. И как все эти 30 лет вы ждали маму? Давайте послушаем, что вы рассказали нашим корреспондентам до начала эфира. Адская была обида, злость такая, когда ты не можешь ничего сделать, повернуть сырью. Потому что была бы мама, сказала бы, сынок, иди сюда, я тебе подскажу. Папа, я тебе подскажу. А тут нет, некому подсказать. Четверг и суббота были родительские дни. Те родители, которые были лишены родительских прав, могли приходить, навещать свои деточки. Ну, и мы с сестрой приходили лишь на крыльцо и ждали, что, ну, придет. А она не приходила. Поплачем. У нее заканчивается. Мы говорим, ну, значит, потом придет. Опять ждем. В субботу тоже нету никого. Я вот помню, мама, когда в тазике у меня купала, дом частный, помню. Тазик алюминиевый, вода была. Она мне с копушка поливала. Ну, и гладила. Говорила, сыночек, был чистенький, был белобрысенький. А был как снег белый. И вот у мамы, как я сейчас вспомнил, на правом затылке родинка была. И я всегда боялся, когда маму гладя, со спиной разотрать, чтобы маме не было больно. Вы росли. И как для себя вы объяснили, что произошло с мамой и папой, и почему они исчезли? Ну, мы думали, ссылаясь, что их забрали в тюрьму. И для нашего, чтобы это не было на больно, ну, живем, как живем уже. И ладно, думаю. Все равно в душе хочется. Потому что... Мама. Мама, это мама. Без мамы никуда. А без папы? Без папы, да. Потому что папа, это рука, плечо, которое научит. Ну, тот учился сам всему. Вот ты как думаешь, где живет твоя мама? Не знаю. Не знаю. Хочется узнать. Не знаю. Она жива, как ты считаешь? Да. Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что всю жизнь мечтал, верил, ложусь с мыслью, что мама будет. И вставал. Мама есть и будет. Думаю, да. Есть мама, конечно. Как ее зовут? Имя, отчество? Балина Антоновна. Абрамович, фамилия у нее. Отца. Радьков Александр Михайлович. Все, что я знаю. Вы же самые старшие были. Вы что-то помните из детства. Почему вы решили, что вот они в тюрьму их забрали? То есть какие-то предпосылки были? Потому что, понимаете, негативный образ жизни вспоминается о жизни. Постоянные эти переезды. Ну, как я вот помню, самый старший был. То, что скандалы в семье, выпивание, с места на место переезжание. Если нормальный образ жизни, куда ты поедешь? Да никуда. Воровали. Уж то, что я помню, школа, ночь, и мы в школе для обогрева своего частного дома брали уголь в школе и возили его ночью домой. Ночью почему? Нашворовали. Это поселок Виноградный. Узнаете этот дом, где вы когда-то жили? Да, да. Вот он. То есть, вот отсюда вы возвращаетесь из школы и вам говорят, что родители исчезли? Да, у вас родителей нету. Вот он дом этот. С тех пор вы туда не возвращались и не... Так как-то не было желания. Знаю, что там никого нету. И вас всех братьев раскидали по разным детским домам? Да, вначале привезли в Пятигорск приемник-распределитель, а там уже по всему краю разбросали всех. Ну, что я хочу сказать, что, конечно же, раз вы здесь, вы понимаете, что мы нашли вашу маму, Бог услышал ваши молитвы. Хочу сказать, что она преодолела даже визовые трудности, потому что она живет теперь в другой стране. И сегодня Галина Антоновна Желткова, так сегодня звучит ее фамилия, приехала на встречу с вами и сейчас вам все объясню. Песаруй. Песаруй. Чем ты говоришь, что я бросила вас? Понимаешь? Пришли. Утром Желтковой нас забрал, в райисполком повез документы оформлять. За это время вас забрали, нас там придержали. Галина Антоновна, простите, пожалуйста, просто очень плохо слышно, да, и все, что я понял, вы говорите, что вы не бросали, вы уехали в райисполком куда-то? Нет, в райисполком. Мы уехали, уехали, он нашел место, работу, все. Где-то два года мы поработали или три, у него заболела нога. Вот по сих пор одну ногу отрезали. Ну, пока лежал в больнице, то, что мы работали, собрали, нам пришлось в больницу платить за операцию, за все. Все-таки у нас же надежда была увидеть детей и забрать. У нас такая была цель планы. Но через полтора года не так получилось. Вторую ногу тоже отрезали. Он достался третий чай человека. Короче, без ног остался. Расскажите, пожалуйста, уважаемые героини, у меня только один вопрос. А как же так получилось, что вы уехали и оставили деток и даже не поинтересовались, как у них хлебушек вообще есть? Есть что есть? Послушайте, они же остались как котята, как щенята какие-то. Послушайте, мы там документы оформляем. Я даже там плакала. Они меня... Не писали, послушайте, они же вас искали. Я понимаю, что вы смелая женщина, то, что вы приехали после всего этого. Нет, она сама написала письмо, она пусть говорит, помогите найти, хочу, 30 лет назад, и это ее инициатива. Я ей раньше писала, через 3 месяца похоронили мы его. Все, он умер. Я эти деньги... То есть отец Саши умер? умер. Осталась я одна. Почему вы не кидаетесь узнать, где детишки, где мальчики? Послушайте, я осталась как? Я осталась вот как сижу без ничего. Вы сейчас приехали откуда, скажите, сыну, потому что он должен знать, где вы сейчас живете? Сейчас в Белиси, мы же туда поехали работать. В Грузии? В Грузии. Он меня туда сам повез. Я в Белиси, в Грузии никогда не знала. Он за меня на 14 лет старше. Он уже все знал. А я зависима была от него. Куда он везет, туда иду я откуда. Я нигде не была. Нигде я не была. Итак, вы сейчас живете в Грузии. Саша, я хочу, чтобы вы посмотрели еще на одну женщину, которая тоже, скажем так, невольный участник всей этой истории. Внимание. Ребята оказались довольно-таки очень сложной ситуацией. Часто были голодны. Я видела, конечно, в каких кошмарных условиях они жили. И тогда я решила для себя, что нет, нужно детей забрать, наверное, в этих родителей. И поэтому я, конечно, забила тревогу. Всю жизнь я задумывалась над тем, что, может быть, это все-таки был неправильнейший. Наверное, какие они плохие родители, но все-таки рядом мама и папа. Вот этот камень я в течение всей жизни носила у себя в душе и думала, вдруг я совершила ошибку. А вдруг этого не стоило делать. Вы узнаете эту женщину, Саша? Знаю. Она учительница начальных классов. Да. Первая учительница. Да, да, да. Любовь Николаевна Плугова. Да. Все эти годы, все эти 30 лет у нее камень висит на сердце, на душе. Сегодня тоже приехала на эту программу. Давайте послушаем Любовь Николаевну. Она сегодня готова рассказать свою историю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Саша... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok